Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон и сегодня я впервые сделаю обзор на какой-то мод и этот мод у нас будет обновленная версия Пиксельмона. Во-первых, обновленная версия и на Майнкрафт, потому что сейчас она уже на 1.8.0, но вроде уже даже предыдущая версия была на 1.8.0, но все же это еще обновленнее 4.0.2, это уже версия Пиксельмона. Ну что ребята, давайте будем приступать к ее обозрению, я если честно вообще этого никогда не делал, я даже не знаю стоило ли мне подготовиться как-то очень много, но я если честно сам еще не успел все понять, я просто сейчас скачал, сразу же зашел, нашел имена покемонов, которые были добавлены в этой версии и все ребят, сейчас мы будем вместе с вами это обозревать, что добавили, что изменили, а добавили прямо кучу всего. Вы себе не представляете сколько всего добавили, несколько даже новых покемонов, сейчас ребятам это все подробно рассмотрим. Ну что, давайте приступим. Ребята, я только что зашел, вы посмотрите что мне в чат написало, у меня заспамилась легенда в Тайга Биоме. Если мне не изменяет память, то в той версии, на которой сейчас у нас стоит наша основная рубрика Пиксельмона, там в Тайге вроде никто не спамится. А я не имею никакого представления, кто это тут у нас заспамился. Хе-хе, ну это просто к сведению, что вроде даже легенду новую добавили и Тайга, не знаю ребята. Ну что, давайте в принципе приступим к самому моду. Ну что ребята, первое что я бы хотел вам показать, изменение текстурок. Не смотрите на покемонов, пока что еще нельзя. Изменили текстурки орбов, как вы видите ребята, это тоже туда еще нельзя. Изменили текстурки орбов, сейчас они стали более такими темными, то есть изменили их цвет, сейчас они не более такие... С блеском, а более такие матовые. Я не знаю, это хорошо или нет, но все же добавили еще вроде заполненные орбы в шоп, точнее в креативку. Потому что раньше в креативке были только вот эти орбов алтарей, то есть Забдоса, Монтреса и остальных, но они были просто пустые. А сейчас, как видите, они заполнены ребята. Во-вторых, какие-то новые итемы. Давайте я включу день, чтобы было видно. Эти итемы также были уже в предыдущих версиях, они уже давно существуют, но ими изменили текстурку. Сейчас они выглядят немного по-другому. Если честно, это очень прикольно, то есть их можно использовать в строительстве, они уже действительно очень давно существуют. Но все же, мне кажется, это и так и так прикольно. Это можно удалять. И наконец-то! Наконец-то добавили тексту... Да, хотел сказать, но сейчас уже язык не поворачивается. Добавили текстурку в механический наковальник, чтобы делать там алюминий или еще что-то другое. Она вроде существует в предыдущих версиях, но там нету текстурки. Текстурки самого итема. Вот тут. Я только что хотел сказать, что ее добавили. Текстурку итема-то добавили, но саму текстурку механической печки не добавили, хотя она и существует. Но она почему-то прозрачная, и как видите, она открывает волхак, можно и так сказать. Но все же, ребята, это такое небольшое, но приятное дополнение, что хотя бы добавили... Ну, текстурку чего-то хотя бы добавили. Приступим, ребята, дальше. Болов не добавили, значки, ну, вроде ничего не изменили, добавили кучу новых всяких вещей. Как видите, я еще сам не разобрался для чего они, я даже не знаю, что это. Это я не знаю. Ну, тут видите, ребят, специальные атаки, специальные защиты, экспид, аккурессии, дайр-хит, дефенс. Ну, это как бы всякие лечилочки добавили, как я понял. Я не знаю, как их использовать, я сам еще не понял, что и как. Да, в принципе, мы почти лечилочки никогда не используем. Но все же, ребята, может, вы разберетесь, может, вам это будет полезно, например, на игре на серверах. Потому что в одиночке, ну, скажу вам прямо, они бесполезны. Поэтому, может, вам там это и пригодится. Добавили кучу шапок. Я не буду показывать эти кучу шапок, потому что пока я их буду выносить себе в инвентарь, пройдет час. Ну, смотрите, ребята. А тут, ох, ты ж, как я не люблю, когда они на меня нападают. Ну, ладно, сейчас. Иди вон, иди вон, зараза, не нападай на нас. Пожалуйста. Убила нашего покемона одного. О, испарился. Фу, наконец-то. Добавили кучу шапок, ребята. Вот, не знаю, вот, вот тут. Вот эти все шапки, может, им текстурки поизменяли. Или, может, это новые шапки. Ну, куча вот этих всех, всяких фруктов. Смотрите, даже вот тут, ребята, начиная отсюда. Вот, смотрите, аэрбаллон всякий, роки хелмет. Куча, вот, ну, просто смотрите, вот тут куча всяких шапочек добавили. Вот, кости всякие, как бы, листочки. Красная карточка, ребята. То есть вы сейчас уже в футбол сможете играть в пиксельмоне. Не, я, конечно, шучу, но все же прикольно. Не знаю, зачем. Я надеюсь, что добавили больше всяких темок. Это вряд ли, но все же. Будем надеяться. Ребята, они добавили свои собственные блоки. Блоки пиксельмона. То есть сейчас, ребята, это даже очень будет полезно. Потому что, ну, мне кажется, что они хорошее дело делают. То, что у них будут свои собственные какие-то блоки. Мне кажется, ребята, действительно, очень полезно то, что они делают. Ну, как вы видите, ребята, многие блоки. Я не знаю, для чего они сделаны. То есть стекло прикольное, да. Вот стекла они добавили. Это что? Санди. Ух, вот это Санди Глаз. Это вообще кайфовый блок. Очень красивый. Этот, я не знаю. Ну, такой. То есть вы можете это все разобраться. Можете потом сами это все смотреть. Ссылочка в описании. Можете скачать этот мод. И сами, ребята, посмотреть. Также добавили свои собственные руды, как я понял. А с чего я взял, что добавили новые руды? Потому что, ребята, смотрите. Новые руды. Во-первых, это у нас идет силикон. Аметист. Вы уже себе, ну, сможете там, девульки сможете, ну, там, запихнуть. Или, если вы в курсе. Рубин. Кристалл. Силикон это полезная вещь все же. Ну, ладно. И сапфир. А с чего я это взял? Потому что, во-первых, сапфир это у нас как есть руда. И, во-вторых, вот, то руда, которую вы, наверное, сможете где-то найти. Я не знаю, честно. Я еще не искал, но я надеюсь, что есть. Руби блок. Вот. Блоки сможете сделать с этих руд. Похоже чуть-чуть на редстоун. Ну, может, в чем-то он и будет отличаться. Ну, блоки вы сможете сами уже посмотреть, скачать, посмотреть. И вдруг вам понравится. Самое главное. Эта фишка будет популярна на серверах. Я не знаю, может, я даже свой сервер обновлю. Может, создам какой-то новый сервер с обновленной версией. Но, мне кажется, это будет круто. Добавили свою одежку, ребята. Я не представляю, в какой вселенной им пригодится меч, который они добавили. Ну, будем надеяться, что они делали осознанное решение. Я даже не знаю, зачем им эта одежка пригодится. Она, как бы, в смысле, бесполезная. Потому что монстров тут нету, только покемоны. Но украшения на серверах и просто обычное украшение, это будет кайфовое, ребят. Вот, смотрите. Класс. Даже, даже, даже... Ну, меч, он, конечно, держит чуть-чуть кривовато. Но, все же, в руке вот так нормально. Давайте посмотрим самые-самые-самые-самые прикольные. Знаете, зачем это сделали? Это будет просто офигенная новость для тех... Для геймлидеров, которые существуют на сервере. Потому что это очень круто. То есть, например, огненный геймлидер сможет одеть магово. Магма-хелмет, магма-чизплейт, магма-леггинс, магма-бутс. Вы охренели? Что это такое? Две легенды заспавились уже в тайгейт и в фруфэт-форест. А мне самое большее интересно, кто? Я бы имел большое желание их найти, но я не представляю ихние имена. Я не знаю, кто это заспавился. Потому что в предыдущих версиях это никто не спавился. Я не знаю, может тут забаганный спам-легенд. Потому что вы видите, что прям за пару минут заспавились две легенды. В то время, как в одиночку у нас почти никто не спавится. Кроме троллей покемонов. Ну на чем мы остановились? На этих вещах очень полезные вещи будут для геймлидеров. То есть, это будет очень круто. Потому что геймлидеры смогут одевать вот эти вещи. И выделяться с толпы. И тем самым будут показывать, что они геймлидеры. Это, если честно, очень круто они сделали. И за это им отдельный плюс. Вы, ребята, вы круто сделали. Честное слово. Ну, это вот действительно тоже мой часами. А, еще. Перед тем, как закончить. Они добавили шмотки Team Rocket. Ребята. Шмотки Команды R. Также они добавили шмотки Камней Эволюции. Как вы можете заметить. Даунстоун, Санстоун, Ливстоун, Ватерстоун, Тандерстоун, Файерстоун, Мунстоун. Зачем они это сделали? Ну, получилось круто, как мне кажется. Ну, Команда R. Я должен. Я должен полностью. Ой, я случайно выкинул. Не смотрите, ребята. А, в костюм Команды R я должен одеться. Чтобы просто-напросто вам показать, как это круто выглядит. Действительно круто. Ну, ладно. Не будем мы в этом сидеть. Будем скинни в своем сидеть. Ну, что. Наверное, приступим мы к нашим покемонам. Будем их обозревать. Ну, как видите, ребята, тут даже свои итемы пиксельмона есть. Как вы можете заметить. То есть, сейчас вот эти все камни эволюции, или часточки камни эволюции, они даже свои руды сейчас добавили. Очень даже круто они сделали. И за это им тоже отдельный плюс. Также тут есть свои украшения. Украшения это круто. Я не знаю, ребята, что вам можно сказать, но они это просто суперски сделали. Я не знаю, как их отблагодарить, но это круто. Я не знаю, что это такое. Бокс. Эм, не знаю. Толик. Ребята. Они добавили свой столик, на котором мы сможем посидеть. Я хочу установить. Ребята, заканчиваем сезон пиксельмона. Начинаем новый. Они сделали свои... Посмотрим. Я не знаю, что сказать. Ребята. Это офигеть. Это офигеть. Вы только посмотрите. Под зонтиком. Сидим. Сидим в Майнкрафте на своей жопе. На каком-то мягком стуле. Сидим. Это очень круто. Это... Вот вы это сделали круто. Часы. Ребята, у меня уже... Я не знаю, что вам сказать, но у меня уже куча оргазмов за эту серию произошла. Ребята. Ребята. Дерево искусственное. Столик. Телевизор. Я не знаю, что это. Коврики. 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 Ребята. Я извиняю, что я так это медленно делаю. Просто я не перестаю удивляться. Что они тут наделали. Это просто охрененно. Что они сделали. Что это такое? Это украшение, но оно крутое. Согласитесь, что это украшение просто жуть какое крутое. Что это? Ой, ой, ой. Вот это плохо. А может мы даже сможем первый бой провести? Ох ты. Вот это было круто. Я не знаю, что это такое, честно. Может это на потолок, наверное. Подвесной потолок какой-то. Было бы круто, конечно. Только... Если вы это поставили... Ага, вот. Это нужно как-то убирать. Вот. Фу, что это? Заборчик. Холодильник. Холодильник в майне. В пиксельмоне. Вот какая версия получилась. Ребята, давайте приступим к нашим новым покемонам. Первый покемон у нового. Смотрите в правую часть экрана. И смотрите в чат. Легенды. Добавили умения покемона. О чем я говорю, вы сейчас увидите, ребята. Ну ладно. Первый покемон у нового. Красивый. Нажимаем на G. Я не знаю, что происходит. Но я просто смотрю, что они там добавили. Видите? В правом... А хотя в этом не видите. Там же камера находится. Ну ладно. Они какие-то новые умения добавили. Какие-то новые умения. FG. Нет. Ascent. Use external... Ага. K, B, Send, G, F, O, Descent. Это хрень какая-то уже, ребята. Ну какие-то умения, видите, используются. Ну вы не видите, но там что-то перезаряжается. Но все же я не знаю, что это. Дальше. Хоппип. Офигенная анимация. Честное слово. Офигенная просто анимация. Но. 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 Я до сих пор не могу разобраться, как использовать эти умения. Может они как-то по-другому. Но все же. Мы сейчас рассматриваем покемонов. Дальше у нас идет Jump Luff. Опять какие-то невидимые стены. Это очень плохо. Jump Luff. Тоже красивый покемон. Дальше. Ski Plum. Прикольный, прикольный. Дальше у нас идет Slagma. Хм. Ну я не знаю, как это описать. Но тоже классный такой. То есть вот текстурки сейчас уже очень крутые пошли. И. И. Какая-то огненная улитка. Я не знаю, что с этими легендами делать. Ребята, что это за бред? Я скачал версию. Я ее установил. И смотрите. Я зашел. Смотри, сколько легенд тут спамится. С чего бы? Я бы очень хотел, чтобы ты от меня отстал. Но мне кажется, что этого не произойдет. Очень какие-то прям нарватые покемоны попались. Вот ты зараза. Вряд ли мы его убьем. Он очень. Он очень нарватый, ребята. Но все же. Отстал ты от нас. Кого мы еще не показали, но маг карго я показал. Тоже крутой покемон. Не нападай на нас. Иди нафиг, пожалуйста. Давайте этих же покемонов. Хотя нет. Давайте покажем следующих покемонов, которые тут есть. То есть тут добавили еще, еще несколько даже новых покемонов. Смотрите. Все. Отсюда. Сентред. Белочка такая красивая. Дальше. Снаббул. Снаббал. Снаббал. Да. Вроде вот так. Это тоже круто. Мисс Древус. Я уже хочу этого покемона. Я уже хочу. И мисс Маджиус. Это вообще офигенный покемон. Круто. А сейчас давайте рассмотрим. Так. Этих же покемонов. Только шайни. Я хочу посмотреть, как они будут выглядеть. Когда они будут шайни. Не нападай на нас, зараза. Ановун. Такой же, только синий. Давайте отойдем немного сюда. Хопип. Зеленый полностью. Джамплаф. Полностью розовый. Скиплум. Тоже полностью розовый. Слагма. Уже не красная. Ну, такая. Темно-серая. А Макарго. Ну. Тоже розовый. Они как-то всех розовых сделали. Не знаю почему. Но, может, это и прикольно. Дальше у нас идут эти же покемоны. Только уже. Уже шайни. Сентрел. Сентред. Тоже розовый. Имеет элементы розового. Тоже имеет элементы розового. Снаббал. Дальше. Мисс Дреавус. Уже не розовая. Наконец-то. Уже зеленая. И мисс Маджиус. Тоже зеленая. Замечательно. Что я еще хотел бы вам показать? Я надеюсь, это будет работать. Голем. Левел. Ну, допустим, 50. Шайни. Я видел, какие-то атаки у него есть. Давайте продемонстрируем. Будут ли они работать. Я не знаю. Я где-то смотрел, что им добавили какие-то специальные атаки. Только я не представляю, где и как их включать. То есть, какие-то прикольные атаки, они что-то делают. Они используют свои атаки как бы не в бою, а используют свои атаки на улице. Можно и так сказать. Только, честное слово, я не представляю, как они это делают. Я еще попытаюсь разобраться. Нет, ребята. К сожалению, я не понимаю пока что, как это использовать. Вот тут еще блоки новые. Я не знаю, честно. Я видел, какие-то новые атаки они добавили. Точнее, атаки, которые они показывают, когда они выпущены с покебола. Но я не представляю, как это использовать. Ну, фиг его знает. Вот Гроудоша. Они что-то добавляли. Но, честное слово, ребята, хоть убейте, я сейчас не могу знать, что добавили. То есть, там было. Я видел какие-то специфические атаки, которые они делали при выпущенном покемоне наружу. Но я не знаю, честно, ребята. Может, вы как-то разберетесь. Может, будем надеяться, что да. Но я, к сожалению, не могу понять, где эти атаки у них есть. Но все же, ладно, ребята. Вот такой у нас обзорчик получился. Надеюсь, он понравился, потому что это мой первый обзорчик. Но вот это меня не перестает удивлять. Это они очень круто сделали. Это, ребята, даже меня прям стимулирует начинать новый сезон. Потому что только сидеть. Я буду сидеть весь сезон. Какая ловля покемонов? Какая охота покемонов? Зачем, если можно сидеть? Логично, да? Но все же, ребята, давайте уже на этом и заканчивать. Я вам благодарен за просмотр. Не забываем писать. БКП. Вы знаете, что это означает. Вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что вам нужно, это просто подписаться. Также поставьте лайк, если вам понравился обзор. Ссылочка в описании, где вы можете скачать эту новую версию. Версия 1.8.0 на Майнкрафт. И 4.0.2 на Пиксельмон. Я не знаю, существуют ли на эту версию уже покерадары. Но вряд ли, мне кажется. Но смотрите просто на этот спам легенд в Тайге. Руфед Форест. Я даже не знаю, что за покемоны спамятся. Потому что в той версии, где мы сейчас проводим наш летсплей, там никто не спамится. Ни в Руфед Форест, ни в Тайге с легенд. Может кого-то добавили, а может кого-то спам просто перенесли. А может это по приколу пишется, а никто не спамится. Все может быть. Но все же, ребята, всем спасибо за просмотр. На этом мы заканчиваем. Всем удачи. Всем пока.